Более ста ветеранов комсомольцев приехали с солнечным морозным утром в наш город и сразу стали участниками театрализованного представления. На платформе их встречал духовой оркестр, который исполнил известные песни прошлого столетия и студенты с агитплакатами времен Советского Союза. Приезжаю для того, чтобы отпраздновать 100-летие комсомола, отпраздновать свою молодость, юность, с которой совершенно неразрывно связано становление и развитие и все те достижения, которые атомная отрасль имеет на сегодняшний день. В честь юбилея на память потомкам о работе молодежной организации и о своем пребывании в Сарове комсомольцы высадили Клиновую аллею в театральном сквере. 19 молодых саженцев символизируют 19 городов присутствия госкорпорации «Росатом». Наша жизнь, наша юность и наши последующие шаги по жизни, конечно, связаны с комсомолом, потому что мы получили там опыт, закалку, умение работать с людьми, отвечать за свои дела и поступки. Атмосфера времен СССР была воссоздана и в Доме ученых. Гостей города встречали под бой пионерских барабанов. Оживленные разговоры, щелканье затворов фотоаппаратов. Ветераны комсомольцы старались запечатлеть на память все яркие мгновения этого праздничного дня. Одно дело это прочитать где-то в книгах, посмотреть по телевидению, а другое дело прикоснуться к истории. И вообще вот эта атмосфера встречи у нас на вокзале, когда стояла молодежь с плакатами. Вы знаете, что иногда прямо до слез пробивало. К гостям праздничного вечера обратился руководитель Росатома. Алексей Лихачев вспомнил свою комсомольскую молодость и поблагодарил активистов горкомов за активную работу на благо отрасли и страны. В этом зале собрались люди самые разные. Их объединяет одно. У всех у нас с вами когда-то был значок на груди, комсомольский билет в кармане, но самое главное было желание изменить страну, изменить мир вокруг себя. Праздничный вечер продолжили солисты проекта «10 песен атомных городов». Они исполнили знаменитые хиты и песни из кинофильмов о героях-комсомольцах.